Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Сегодня в 17.00 по московскому времени состоится традиционный вебинар «Правильный понедельник», где мы поговорим непосредственно о важнейшем событии, вероятно, конца 2020 года. Это президентских выборах. И, разумеется, о том, кто из кандидатов будет более предпочтительным с точки зрения отработки тех идей, которые мы с вами транслируем в течение длительного периода времени. Поэтому, если выборы, друзья, вас интересуют, найдите сегодня время, подключитесь к прямому эфиру. Не забывайте подписываться на наш канал «Амаркетс», оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Что касается политической темы и выборов в США, как и обещал на нашем канале, на YouTube есть ролик с одним из наших партнеров, с Глебом Задой, где я также обсуждал перспективы американской фонды, индексов, отдельных валют при разных курсах политиков, то есть Трампа и Байдена. Можете познакомиться с альтернативными точками зрения, друзья, и для себя уже самое время определяться, как вы будете действовать дальше по американской валюте и в целом по американскому фондовому рынку. Ну что ж, центральная тема – это завтрашние выборы. Я думаю, то, что мы и на завтрашнем брифинге побольше времени уделим, опять же, выборам. Ну, честно говоря, друзья, я все, что смог найти на рынках, я вам уже в ходе прошлых брифингов рассказал. Мы сейчас можем лишь опираться на те результаты общественных опросов, которые есть в США. То есть якобы Байден лидирует, но при этом Трамп сокращает свое отставание. В некоторых штатах у него очевидное большинство. Есть значительная часть эректората, которые еще сомневаются. И если все-таки их сомнения поколебались, возможно, потенциально в сторону Трампа, у этого было фундаментальное основание. Это последний дебат, где Трамп смотрелся явно лучше. К Трампу, на мой взгляд, у инвесторов, у тех, кто интересуется фондовым рынком, да и, наверное, смотрит за ключевыми макроэкономическими показателями, не может быть претензий, потому что посмотрите на те отчеты, которые в целом характеризуют экономику, забудьте, а влияние пандемии. Это могло произойти с любым лидером и с любым представителем разных партий. Политическая здесь составляющая не имеет значения. Это просто глобальный форс-мажор, который разрушил весь экономический рост, все перспективы дальнейшего восстановления и отбросил многие экономики на несколько лет назад. Я не думаю, что весь негатив, с которым столкнулась американская экономика, нужно и правильно ассоциировать с Трампом, и якобы неверным курсом, который был взят в условиях распространения пандемии. Трампа нужно характеризовать по-другому, потому что было до пандемии. И у американской экономики за этот период было достаточно побед. И общее состояние фондового рынка, мне кажется, явный индикатор того, что настроения в целом были-то довольно неплохими. По Байдену я ничего конструктивного сказать не могу. Всем мы знакомы с его предвыборной кампанией. Как это отразится на фондовом рынке, неизвестно, друзья. И сейчас не хочу даже забивать вам голову. То есть мы поговорим о Байдене, поговорим о его влиянии на экономику в целом в течение его следующего потенциального президентского срока, но только после того, как мы узнаем, что именно он сядет в президентское кресло. До этого, друзья, у нас работа с новыми мерами экономического стимулирования. И как раз вот эти стимулы, они в принципе неизбежны из-за того, что ситуация с ковидом за последние недели ухудшилась. Если анализировать по регионам, то только за месяц количество заболевших удвоилось. И вот эта нездоровая тенденция, она сохраняется. Сейчас я предлагаю вам обратить внимание только на одно, что не важно, кто из политиков одержит победу. Мы должны заранее понимать, что выборы будут, возможно, самыми скандальными за всю историю, потому что очень много будет по распределению голосов. Это голоса в бюллетенях, поданных по почте. И если отставание, отрыв, разрыв между Трампом и Байденом будет минимальным, то, конечно же, республиканцы и демократы будут бить на фальсификацию, на подстроенные результаты и так далее. Может процедура подсчета голосов затянуться на неопределенное время, и весь этот период рынки будут показывать безумные показатели волатильности. Поэтому сейчас самое время все-таки принять для себя позицию того, к какому лагерю трейдеров вы относитесь. Я призывал вас определиться еще неделю назад, но думаю, что многие до сих пор сомневаются, за что топить, за крепкий доллар, либо за слабый доллар, за рост фондового рынка или нет. Если вам интересна моя точка зрения, я считаю, что Трамп наберет 270 необходимых голосов, одержит победу, даст экономике значительный объем экономического стимулирования и в целом сможет сохранить вектор для фондового рынка исключительно растущий. После, конечно же, периода волатильности, к которому я готов. Моя ставка на лонг основных индексов остается в приоритете, и, разумеется, если ставка на рост фонды делается, параллельно эта же ставка должна предполагать ослабление курса американского доллара. Поэтому в отношении американской валюты 94.17 я жду, друзья, исхода президентской гонки, по тому сценарию, который обозначил только что, и я жду победу республиканцев и дальнейшее ослабление американской валюты. Очень много статистики в последние дни вышло, в частности, на прошлой неделе. Темп экономического роста, потребительская активность, личные доходы, личные расходы, мичиганские индексы – это потребительское доверие. И знаете, что странно, что все эти индексы оказались гораздо лучше ожиданий. Это ненормально. Конечно же, это явно отработка директивы от Трампа перед выборами улучшить макроэкономическую статистику. То есть, это задача, которую выполнили статистики, приукрасили реальность и действительность. Давайте не будем опираться на эти цифры, потому что, ежу, понятно, что настолько хороших макроэкономических показателей не могло быть в американской экономике, когда в Штатах каждый день фиксируется больше 75 тысяч новых случаев заболевших. И в целом весь бизнес остается скованным. Ни о каком улучшении на рынке труда и улучшении настроений промышленников, которые создают рабочие места, и тем более о росте потреб настроений, домохозяйства, и речи быть не может. По индексу доллара ставка вниз. Золото 1882. Я думаю, что золото выиграет не только от мер экономического стимулирования, но и от роста политической неопределенности из-за того сценария, который может стать реальным после того, как станут известны результаты выборов, то есть потенциальный пересмотр и так далее. Золото вверх. 2000 вполне реально даже, друзья, в перспективе нескольких недель. Евро против доллара. Ставка на лонг все-таки сохраняется. Посмотрите на данные по инфляции, минусовые значения индексопотребительских цен, соответственно, больше интерес к потенциальным европейским бумагам по отношению к американским притокам капитала в будущем, новые меры экономического стимулирования, темпы экономического роста, серьезный контраст с прогнозными значениями, то есть, скорее всего, еврозона сможет восстановиться гораздо быстрее, чем США, ну и та же самая слабость доллара, о которой я уже неоднократно говорил. Фунт против доллара 1.2906. Скорее всего, друзья, я буду открывать короткую позицию, произойдет это прямо вот-вот, учитывая то, что в Англии в минувшие выходные был введен полномасштабный карантин, общенациональный карантин. Почитайте, об этом поймете, потенциально к чему это может привести в плане экономических последствий. Что касается рынка нефти, 36.72, рынок валится, почти 15% было потеряно рынком за минувшую неделю, ураган за это покупатели и трейдеры наплевали, на него и сфокусировались только лишь на негативном влиянии пандемии на спрос, сфокусировались на росте добычи в странах ОПЕК, плюс на 210 тысяч за счет в основном Ливии и Ирака. Число буровых в США увеличилось до 221, с 211 это тоже потенциальный рост предложения. Пока я также рекомендую все-таки воздержаться от работы с рынком нефти. Думаю то, что после такого снижения весьма вероятна коррекция, друзья, но какого-то мощного и достойного фундаментального основания я пока найти не могу. Следим за выборами, вам хорошей торговой недели, буду держать вас в курсе и следующая встреча сегодня, как я уже отметил, в 17.00 по московскому времени. Всем пока!